МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельщины за новогоднюю ночь пополнился трыма пригажунями. Новая кропка на нафтовой карте краины. Белорусские нафтовики знайшли новый залеж чорного золота. А зараза об этом и иншим больше подрабязна. Новогодний суд. Гомельщину накрыла снежная покрыва. Виновата подбой курантов у многих было жаданне знов отчуть зимовую казку. Але разом со святочным настроем пришло и больше клопотов для коммунальников. Как Гомельщина смагается со стихией и кто стоит на варце чистых дорог, ведает Татьяна Пемененкова. Комунальники ведут бой со стихией с початку зимы. На каждый удар у працевников горсап есть уваженный алгоритм деяния. Праца 24 на 7 и упор на расчистку дорог и тротуаров. Головная задача – створить прияльные умовы для перемещения пешеходов и водителям. Мы задействуем больше 50 единиц техники, так же как и тротуарных автомобилей, так же и КДМ. Это машины комбинированные, которые убирают и зачищают город. Мы работаем в круглосуточном режиме, чистим тротуары, зачищаем город. От наледей обрабатываем противогололедными материалами. В основном упор в том, чтобы быстро убрать город и чтобы люди могли передвигаться на рабочие места, а так же в школы, сады. Комунальные службы на всем МОЦ воюют с наступствами Непога, дебо разумеют, на кольки важно в час прибрать усе до снежинки. Гурбы снегу выглядят пригожи выключено в социальных сетках, а вось в реальном житии они причиняют немало клопотов. Особливо одиноким пенсионерам. Для их нерасчищенная стяжинка это немогчимость выйти до автокрамы, зазернуть до соседей и забрать свежую пошту со скрынки. И допомога там, где ей шекают. Молодь, узброившийся рыдлёвками, прямая удар зимы. Для Артёма Гончаренко таки вид допомоги не упершиню. 15 хвилин и двор чистый. А значит, снежный экзамен сдаден и навыдатно. Мы пришли помогать инвалиду первой группы. Он не может выйти, он лежит сейчас. Мы пришли помогать ему, чтобы этот дом показать, что тут есть человек, что тут стоит помогать, чтобы молодежь активировать как-то к помощи. Снегопад выпробований для усих. Держа автоинспекции перешла на усмотренный режим працы. На дорогах додатковые нарады. Яны приходят на допомогу кожному, кого не погодить застало в дороге. Особливая увага пригородным и загородным трасам. В связи с изменением погодных условий, связанных с выпадением снега и резким понижением температуры окружающего воздуха, сотрудники госавтоинспекции ввели специальный план погоды. Сотрудники осуществляют несение службы в усиленном варианте, мониторят улично-дорожную сеть, а также координируют деятельность дорожных коммунальных служб по обработке проезжей части противоволёдными материалами и очистке её от снега. За истекшие сутки на территории Гомельской области было задействовано более 400 единиц специализированной техники. Также сотрудники госавтоинспекции осуществляют сопровождение специализированной техники и оказывают помощь участникам дорожного движения, попавшим в беду. Морозы мацнеются, синоптики прогнозуют снег. Варто уличывать, что на гэтым тыдне будет сопроводная зима. Супок термометра будет триматься на минусе. На особных участках дорог чекается гололёдица. Татьяна Пемнёнкова, Игорь Марышченко, Телерадио, компания «Гомель». Гомельщина долучилась до доброчинной акции «Одусёй души», которая сегодня стартовала в Беларуси. Её мета – проявление клопоту и уваги до людей сталого взрослого. Утим лику с боку школьников и студентов. Акция проходит по инициативе президента краины. У лику организаторов – Министерство працы и социальной обороны и Министерство адукации. В Территориальный центр социального обслугования насильства Чугуночного района «Гомеля» «Белла Ливщиц» приходится практически каждый день. У минулым медсестра и работник детского сада. Зараз женщина означает волонтерский отрад. Увагу ли доброчинный рух тут иснует уже омаль 20-ти годы. Сначала каждый гурток занимался оказанием допомоги самостоянно. Каля двух годов тому намаганье объединяли. Теперь эта работа ведется мытана Кирована. При этом подстава для наведывания может быть самой розной. Одному необходимо допомогти почистить снег, каля дома, другого повиншовать с юбилеем. Недавно ездили, поздравляли с золотой свадьбой. Пару, которой муж инвалид, без ноги. И исполнила наша певица им песню «Две души». Они плакали. Они так были рады. Початок акции «Две души» в центрах социальных обслугований отзначили концертами с отделом артистов самодейности. Утым лику и пожилых. Правда, сами пенсионеры отдают перевагу іншому термину. Серебраны – ци золотые взросли. Кажут, и в 60-плюсы жизнь может быть стеклым. Головное, как было здоровое, мирное небо и клопот с боку інших. До речи, на Гомельщине акция «Две души» стартовала еще 26-го Снежня. В рамках акции мы планируем охватить в целом по Гомельской области порядка 30 тысяч пожилых граждан. Конечно, в первую очередь это наши одинокие пожилые люди, у которых сегодня нет детей, нет внуков, нет правнуков, нет родных, близких людей на территории Гомельской области. Потому что могут проживать дети и за пределами Республики Беларусь. Поэтому мы тоже сегодня придем к этим бабушкам и дедушкам и создадим им атмосферу праздника. На Гомельщине до акции «До всей души» долучился широк громадских организаций от Белой Руси до БРСМ. С уместными намаганиями удельники будут створать добрый настрой людям, сталого взрослому и допомогать им в решении бытовых питаний. Только этим задачи акции не обмежевываются. По сути, разговоры идут об усмотнении связи поколений. Для молодых это мягчимость – сустреться с людьми, которые имеют великий житевый опыт. Уважение к старшим – это главный признак здорового общества. Долг каждого из нас заботиться о своих близких, быстро иметь теплые отношения, сделать все, чтобы люди пожилого возраста не чувствовали себя одинокими и всегда были окружены вниманием. Республиканская доброченная акция «До всей души» протягнется до 15-го студеня. Эта дата означает только ее официальное завершение. Беларусь – социально ориентованная держава, где клопот об состарелых узведенный на державный уровень. Олег Сентюров, Миколай Зайцев, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель». У Новый год с подарунком от Бусла. Спис же хору Гомельщины за новогоднюю ночь пополнился трыма пригажунями. Першая девчонка в агой Амаль 3,4 кг, ростом 53 сантиметры, з'явилася на свет у областным родильным доме у 2,30. Гэта другое – дитя семейной пары с Житкович. Ясже у двух новонародженных – батьки-зречицы. С 2024 года распоряджением старшини гомельского гарвы «Канкама» засновано звание «Першый гомельчанин года». Его владельнику уручается посвечение и памятный значок. Уже вызначены первый носьбит этого статуса. У Новом годе у Гомеля первой народилась девчонка в ночь с первого на другого студеня. Зимовые каникулы – лепший час як для отпочинку, так и для новых занятков. Школы, гимназии, ліцеи, а так само установы додатковой адукации пропануют разные варианты проведения вольного часу. Викторыны, турниры и конкурсы обьяцают зарабить каникулы беспечными и продуктивными. В каком режиме працуют установы додатковой адукации и какими занятками привабливают – глядите в сюжете. Областный повод творчасти детей и молодых в Гоме – лишь матпрофильная установа. Музычная творчасть – одинский рункал. Девятиклассница Лера Робянок наведывая узорную студию эстрадного вокалу. Репетиции каждый день. Я не вижу смысла просто просидеть все каникулы дома. Мне нравится наш руководитель, наш коллектив. Мне тут очень комфортно и меня затягивает музыка. Мне нравится петь. Палац творчасти детей и молодых наведывают 2000 вучнив. Корыстные занятки на любых уст и интерес. Подчас зимовых каникул есть махчимость поспоборничать у турнирах и конкурсах, поудельничать у викторынах и фестивалях. Ведучая установа додатковой эдукации детей и подлетка у Гомельской области пропануя захопляющие занятки по 10 профилях. И техническое творчество, это и художественное направление, это театр, это рисование, это хореография, это робототехника, это программирование, это различного форма досуга для старшеклассников, это работа юных лидеров, это КВНщики. Даже можно сказать, что это семейное такое времяпрепровождение. Сестрички, братики приводят своих тоже. Дитячая душа допытливая. Яна прагни ведов. Робототехника даёт перши инженерные веды. Школьник учится структуровать свою думку, великую задачу разбивать на этапы и литерально по кроках исти до поспеху. Дети изучают, познают, строят модельки уже с готовой основой и также свои проекты реализуют. Потом говорят о них, защищают свои проекты. Ребёнок раскрывается, и поэтому ему интересно. И также он здесь обретает друзей. Доброзышливая атмосфера, натхнение, взаиморазумение детей и педагогов. Тут не ставят знаки, не дают хатные задания. Тут вучить корыстным справам, малевать, лепить, складать верши, володать компьютером, удосконаливать себе и новокольный свет. Мне робототехника нравится. Тут можно собирать всякие поделки, и тут не так скучно, как дома. Я хожу тут уже полтора года, и мне тут нравится, что тут лего. Очень дома даже могу заниматься этим. В этом году я собрал оленя, и он ездит на зубчатые передачи. Выходит за межзвыклого развивать здольности, выховывать лепшие якости. Это великая работа, и она потребует серьезных эмоциональных и физических затрат. Как каникулы запомнились надолго, подрихтованные разностайные программы. Важно скористаться махчимостями. Олеся Заяц, Татьяна Пемененкова, телерадиокомпания «Гомель» при подтримце АТН. Усе службы працавали на полную. У минулые святы на Гомельщине было организовано больше за 200 массовых гуляннях. Весь этот час супрацовники силовых структур несли службу во взмоцненном режиме. Однако бездареньо в регионе не обошлося. Подробязностью материали наших корреспондентов. У новогоднюю ночь на территории Гомельской области прошли сотни святочных мероприемств. Больше за 40 тысяч городов региона наведали массовые гуляни. З их большая частка – гомельчане. Сотрудники милиции несли службу в усиленном варианте. Совместно с представителями других заинтересованных силовых ведомств. Совместная служба позволила не допустить совершения чрезвычайных происшествий или ситуаций в местах проведения массовых мероприятий. Однако бездареньо в регионе не обошлося. За новогодние выходные на территории Гомельской области с упорцовниками ДАИ было выявлено и спинено больше за 2,5 тысячи порушений правил дорожного руха. З их 19 водителей, у которых сели за руль, у несверозном стане. 63 водителя не имели права управления транспортным средством. Со стороны пеших участников дорожного движения было выявлено более 200 нарушений правил дорожного движения. С начала года на территории Гомельской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили травмы. К сожалению, один человек погиб, 15-летний мальчик. Без працы не застались и вертовальники МНС. С начала года в Гомельской области отбылось уже 5 пожаров, где 3 человека загинули и 2 было выротовано. В новогоднюю ночь произошел пожар в Жлобине, на котором 2 человека погибло, а также ДТП, на которое приезжали работники МЧС. Здесь заблокировали женщину и передали ее скорой медицинской помощи. На оказание технической помощи спасатели в этом году уже выезжали порядком 10 раз. Неизменным с каждым годом повинно заставаться только одно – ваш отказный подоход до уластной безопасности и в будни, и в святы. Владислава Супруновска, Александр Чернышевич, Телерадио, компания Гомель. Новая кропка на нафтовой карте краины. Белорусские нафтовики знайшли новый залеж черного золота. И он выявленный на Гарцевской площади, которая закранает Речицкие и Хойницкие районы. Открыть отбылось в процессе доследования иного залежа, узнайденного еще в 2022 году. Ресурс объектов оценивается в 1 млн тонн. Потенциал Гарцевского городовища оценили давно, тому его выучение с часом становится все больше интенсивным. В ближайшие два года на этом месторождении мы планируем бурение еще 10 поисковых наведочных скважин с целью наращивания ресурсной базы и увеличения годовых объемов добычи нефти. Сегодняшнее достижение в виде открытия новых месторождений – это результат сбалансированной работы государства и недропользователя, так как именно постановлением главы государства внесены поправки в законодательство Республики Беларусь, которое позволит в более сжатые сроки получать землю для проведения цеснодережных работ и бурения новых футационных и поисковых скважин на перспективных площадках Республики Беларусь. У вытворчим объединаний «Беларуснафта» звертают увагу на тот факт, что открытый залеж находится на территории со складанными геологичными особенностями. Не меньше важный аспект – развитие земли, которые потерпели в вынику аварии на ЧАЭС. Гарцевское родовище относится до этих территорий. Суды там, где у них верать. У Гомеля отбылося свято для детей за сабливостями развития. Детям-инвалидам, выхованцам интернатов, больниц и детячих домов – особая увага. Для кожных из них новогодние святы – галонная падея снежня. Тому подрыхтолка самая скрупулезная. Удельники акции «Наши дети» порадовали малых солодкими подарунками и цикавым спектаклем. Ждем подарки от Деда Мороза. Очень-очень любят сладости. Подарочки всякие, красивые, разные. Разом с актерами дети отправились у казочная подорожа, оздобленная спевами и веселыми танцами. На шляху им сустракалися герои знакомитых мультфильмов, яких треба было вырытывать от злого заклятия. Отличное настроение, хорошее, да? Добрый марафон протягивает объединять всех неабыяковых. Погрузиться в незабылную новогоднюю историю можно будет до конца студии. Это и другие новины вы можете найти в нашем телеграм-канале. А так же на сайте в интернете по адресу tvar.gomil.by. На этом выпуск завершен. В студии для вас работала Юлия Мастич. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Гомеле произошло смертельное ДТП. Инцидент случился на улице Ефремова. Водитель Митсубиси сбил двух пешеходов, пересекавших проезжую часть дороги по переходу и скрылся с места происшествия. В момент произошедшего светофор был отключен. В результате ДТП 15-летний подросток погиб на месте. Второй 21-летний пешеход с различными травмами доставлен в больницу. Вскоре нетрезвый водитель был задержан. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Еще одно ДТП произошло также в областном центре на проспекте Ленина. Женщина выпала из общественного транспорта на проезжую часть. Водитель автобуса, отъезжая от остановки, не убедился, что все пассажиры зашли в салон и начал движение. В результате пострадала женщина. Пассажирку зажала дверью автобуса, после чего она оказалась на проезжей части и попала под заднее колесо автобуса. С травмами пострадавшая госпитализирована. Не обошлось без ДТП в Рогачевском районе. Водитель Ауди на 317-м километре автодороги границы России, Витебск, Гомель, граница Украины. Из-за неправильно выбранной скорости не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате водитель и девушка-пассажир с телесными повреждениями доставлены в больницу. Раскрыто убийство 12-летней давности. В Ельском районе мужчина обнаружил тело родственника. Из дома убитого пропали деньги и шкура куницы. Под подозрением оказался 17-летний парень, который учился ведению домашнего хозяйства у погибшего. Сбор неоспоримых доказательств занял 12 лет. Молодой человек действительно оказался причастным к произошедшему. Кроме того, выяснилось, что злоумышленник совершил насильственное действие в отношении несовершеннолетней. Этот факт также был доказан. Преступника осудили на 20 лет лишения свободы. В Хоникском районе в деревне Алексичи по улице Юбилейной произошло возгорание жилого дома. Хозяйку домовладения сотрудники МЧС обнаружили на кухне. Женщина не пострадала, однако ее сына спасти не удалось. Обгоревшее тело было найдено на кровати в горящей комнате. Причина пожара устанавливается, вероятная версия – неосторожное обращение с огнем при курении. Два человека погибли в результате пожара в деревне Кабановка Жлобинского района. Трагедия произошла в доме по улице Ясенковской, где на момент возгорания находились два человека. Их не удалось спасти. Сильно обгоревшие тела были обнаружены на веранде и в комнате. В результате пожара уничтожены кровли, потолочные перекрытия и имущества в доме. Причина произошедшего устанавливается. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. В продолжении эфира «Беларусь-4 Гомель» спортивное обозрение. В студии Николай Зайцев. Здравствуйте. Гомельский ВРЗ вышел в полуфинал Кубка Беларуси по мини-футболу. Подопечные Анатолия Яновского не испытали проблем в двухматчевом противостоянии с Гродненским УВД «Динамо». Победив первой встречи на своей площадке 6-3, в ответной гостевой встрече вагоноремонтники добились еще более уверенной виктории 6-1. В других четвертьфиналах Минск по сумме двухматчей оказался сильнее «Дорожника» 5-1. Витен сломил сопротивление охраны «Динамо» 7-3. В центральном противостоянии действующий обладатель Кубка «Столица» разгромила у себя дома Гомельскую БЧ 8-4. Ответный поединок состоится в Гомеле 7 января. Финал четырех кубкового розыгрыша пройдет 13 и 14 января в Могилевском спорткомплексе «Олимпиец». Волейболисты «Гомельской энергии» потерпели второе поражение в нынешнем сезоне чемпионата страны. Команда с берегов Сожа уступила в Солигорске местному шахтоспецстрою. Первую партию со счетом 25-18 выиграли хозяева. Гости ответили двумя выигранными сетами 25-23 и 26-24. Четвертая и пятая партия остались снова за Солигорчанами 25-21 и 15-9. Несмотря на поражение, «Энергия» сохранила первую строчку в таблице первенства. В активе «Гомельчан» 23 балла. Витебский марковый ГТУ отстает на три пункта. Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко преодолели барьер первого раунда на турнире ВТА-500 в австралийском Брисбене. Азаренко, у которой 23-я позиция в рейтинге, переиграла в двух сетах 80-ю ракетку планеты россиянку Анну Калинскую 6-1-7-6. Встреча продолжалась более двух часов. Первое сеянное соревнований Арина Соболенко за час справилась с 52-й ракеткой мира из Италии Лючией Бранцетти 6-3-6-0. Уверенную игру белоруска продемонстрировала на подаче, выполнив 8 эйсов лишь при одной двойной ошибке. В следующем круге Соболенко сыграет с китаянкой Джулинь, а Виктория Азаренко сразится с Кларой Бюрель из Франции. Национальная сборная Беларуси по гандболу с 5 по 7 января примет участие в международном товарищеском турнире в Москве. Коллектив Юрия Шевцова за главный приз поспорит с командами России, России-2 и Ирана. В состав нашей сборной вошли 16 гандболистов. Представителей Гомеля в этом списке нет. Первый матч белорусы проведут с дружиной Ирана. Игра состоится 5 января в 13.00. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Николай Зайцев. Оставайтесь на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»!